Всем привет! С вами Александр Позуренко. И сегодняшний урок у нас больше будет рассчитан для начинающих. В уроке мы поговорим о том, как отрендерить превью модели, архитектурную модель. В данном случае это будет такое здание. Теперь поговорим о том, как сделать настройки. Использовать будем в Ray. Также поговорим о том, как сделать рендер в сером цвете, в сером материале. И как сделать рендер с сеткой, чтобы была видна не просто принт-скрин с экрана, а именно красиво отображалась сетка на модели. Итак, перед тем, как настроить сцену, поставить источник света, хочу сказать буквально пару слов про гамму. Раньше приходилось 3D Max соответствующим образом настраивать гамму. Входящая и исходящая гамма. Потом в Ray нужно менять значение, выставлять. Сейчас в новых версиях 3D Max и в Ray третьем уже ничего трогать не нужно. То есть вообще ничего. Все остается по умолчанию, уже настроено под гамму 2.2. Значит, перед тем, как будем рендерить, соответственно, если это экстерьерная сцена, то я работаю в метрах. Если это интерьерная сцена, я работаю в миллиметрах. Итак, значит, эти настройки у нас находятся Customize, Unit Setup, System Unit Setup, метры, один юнит, один метр. И Display Unit Scale, здесь тоже метр выбираем. А для чего это делается? Ну, как бы для более правильного, скажем, просчета. Изображение, чтобы экстерьерные сцены, они очень большие, могут быть по площади, и чтобы в Ray нормально считал, используются метры. Соответственно, интерьерные сцены, они меньшие, и используются миллиметры. Но тут тоже эту ситуацию нужно смотреть. Может быть, иногда даже на сантиметры. Но в большинстве случаев вот так. Так, далее. В качестве визуализатора выберем Ray. Перейдем в Render Setup. И я выбираю Ray. У меня установлен 3.4. Далее. Значит, мы можем поставить источник света. В данном случае я буду использовать Ray Sun. Ну, допустим, так как нам удобно, с любого ракурса. Значит, перейдем в источники света. В Ray. В Ray Sun. И устанавливаем Солнце. Значит, здесь появляется сообщение. И нас спрашивают, добавить в Ray Sky. Те, кто не знает, когда добавляется Солнце, и еще добавляется источник Ray Sky. Это как бы два источника освещения в сцене. Солнце дает направленное освещение. В Ray Sky дает, ну, как бы, такой голубовато рассеянный свет. Так, здесь нажимаем Да. Если нажать 8 на клавиатуре, да, у нас открывается светок Environment and Effects. И здесь вот у нас Environment Map. Сейчас вот добавилась карта Default Ray Sky. Значит, к этому свитку мы еще вернемся. Так, ну, допустим, вот так вот я расположу Солнце. Далее настроим ракурс камеры. Значит, в новых версиях в Ray убрали в Ray Physical Camera. То есть мы можем использовать либо стандартную Максовскую камеру. Значит, вот здесь у нас находится стандартная Максовская камера. Вот в Ray Fizz камеры уже нет, ее убрали. Убрали, потому что добавили физическую камеру, которая, в принципе, выполняет все функции той камеры в Ray Physical, которая была с Frame. Ну, допустим, примерно так. Далее нажимаем Ctrl-C на клавиатуре. Теперь это уже у нас в Ray Physical Camera. То есть мы из нее смотрим. Далее для того, чтобы появилась рамка изображения, точнее мы должны сначала определиться с размером изображения, которое будем рендерить. Обычно для превью используется соотношение квадратное, да, сторон. Итак, перейду я сейчас в рендер Setup. Come on и Output Size. Я ставлю, ну, допустим, 1200 на 1200 для изображения. Превью вполне достаточно. Далее я нажимаю Shift-F. Появляется вот она, рамочка основная, желтая. Ну, и уже дальше мы можем точно тут камеру настроить. Таргет камеры, допустим, в середине объекта. Саму камеру там придвинуть. Отредактировать расположение. Вот, ну, к примеру, так. Обратите внимание, что вот вертикали, да, заваленные появились. Это можно, в принципе, исправить. Но перед этим я добавлю еще одну рамку. Сюда вот в плюсик закажу. Configure Viewports. Дальше с фитекс Save Frames. И ставлю галочку Action Save. И нажимаю Apply. Вот появляется у меня такая вот рамочка голубая. И я стараюсь вот своей моделью за эту рамку не вылазить. Ну, грубо говоря, чтобы сохранить, ну, какое-то вот обрамление по бокам, чтобы модель сильно не выпирала. Так, теперь мы выделяем в рефизическую камеру и переходим в свиток Perspective Control, да. И мы можем редактировать... Здесь есть параметры, это сдвиг. Нам он не нужен. Вот параметры, вот эти, Correction, Tilt Correction, да. Значит, есть галочка Auto Vertical Correction. Вот тут ставим галочку, да, и видим, вот эти вертикали у нас выравниваются. В принципе, в большинстве случаев так делается. Все, после того, как мы выровняли, мы перейдем к настройкам самого рендера. Но перед этим давайте вернемся в свиток Environment and Effects. И что я хочу сказать. Значит, во-первых, для рендера мы можем использовать настройки в рефризической камере. Но для того, чтобы не копаться, не углубляться в эти дебри, я делаю очень просто. Подходит и для стандартной камеры, и для врейфизикал камеры. Я здесь вот в Exposition Control выбираю врей Exposition Control. И здесь меня интересуют только всего два параметра. Значит, во-первых, баланс белого, я, ну, по-моему, чайник стоит такой вот какой-то голубоватый, да. Я выбираю нейтральный, то есть белый цвет. И параметр ISO. То есть, если мне необходимо сделать ярче изображение, я его меняю. И, допустим, ниже делаю темнее. Но, опять-таки, здесь, ну, точнее, поднятие яркости можно сделать в разных местах в овре, не только здесь. Дальше мы об этом поговорим. Так, значит, выбрали экспозицию в рейкс Exposition Control. То есть, у нас будет не из физической камеры, да, браться параметры, а именно вот отсюда. Здесь учитывается ISO, учитывается вот Shutter Speed, да, и так далее. Но, опять-таки, я говорю, все, оставляем по умолчанию. Ничего не трогаем. Так, закрыли. Далее переходим в Render Setup. И, соответственно, нам необходимо построить глобальное освещение. Переходим в G. Так, здесь у нас уже стоит по умолчанию включено оно. Единственное, что Primary Engine, да, это первый просчет глобального освещения. Значит, я выбираю Radiance Map. А для второго просчета, ну, соответственно, Light Cache. Обратите внимание, что рядом со всеми параметрами в Свитках Прея есть вот Default, да, здесь у нас показывается. То есть, некоторые параметры скрыты. Ну, скажем так, для новичков они убраны, ну, к примеру, да. Для того, чтобы сделать другой режим, можно щелкнуть правой кнопкой и выбрать Expert. Все. И все параметры будут уже нам открыты. Так, значит, перейдем к Radiance Map, Свитку. Здесь у нас есть основной параметр, который влияет на, во-первых, качество и на, ну, соответственно, время просчета. Чем выше качество, тем дольше просчет. Здесь я выбираю обычно Medium. То есть, ну, High в редких случаях. А вот Medium, ну, подходит для большинства экстерьерных сцен. И здесь еще есть важный параметр, значит, интерполяция, да. Здесь по умолчанию стоит Good Smooth. Ну, он так и остается. И Sample Lookup. Вот здесь, значит, по умолчанию Best выбрана. А я выбираю Very Good Fast. Ну, он немножко быстрее будет просчитываться. А на качестве не сильно отразится. Все. Так, значит, здесь мы... А, и Light Cache. Light Cache, да. Light Cache, в принципе, для ярких экстерьерных сцен, тем более для превьюшек, соточков, точнее параметры Subdivision 1000 вполне достаточно. Здесь тоже оставляю по умолчанию. Единственное, что вот параметр при фильтрации я вот фильтр отключаю, а при фильтр, допустим, ставлю 100. Все, больше ничего не трогаю. Так, теперь перейдем к... Так, так, так. К свиток Color Mapping. Вот я рассказывал про гамму, да. И обратите внимание, что здесь у нас уже гамма по умолчанию стоит 2.2. И тип по умолчанию Reinhardt. То есть при помощи вот типа Color Mapping мы можем регулировать вот мультиплеер, параметр Burn Valley. То есть мультиплеер это более ярче делать или более темнее. Вот то, о чем я говорил, что во время можно регулировать яркость не только камеры, не только ISO. То есть много параметров, которые влияют. Но, опять-таки, крутить ничего не надо, лишнее. Все это очень быстро и легко делается. Дальше я об этом расскажу. Значит, вот параметр Burn нам позволяет, если у вас выгорание появляется, да, то понижая это значение, к примеру, белый цвет сильно выиграет, то можно этого избегать, но понижая это значение. Но, соответственно, как бы уходит контраст изображения и цветовая насыщенность. Поэтому ниже 6 этот параметр не рекомендую использовать. Но пока оставим тут все по умолчанию, ничего не трогаем. Дальше переходим. Это у нас в Ray 3.4. После в Ray 3.2 они кое-что поменяли. Здесь у нас, во-первых, Image Sampler. Здесь только два варианта осталось. Прогрессив, да, это когда идет просчет не квадратиками, да, такими, а целиком изображение показывается. И Bucket. Вот я выбираю Bucket, потому что очень часто делаю тестовые рендеры. Итак. Теперь Image Filter. Image Filter у нас отвечает за резкость размытия самого изображения целиком. То есть, да, если нам необходимо сделать более резкую картинку, мы можем использовать вот эти вот фильтры, которые здесь находятся. Либо делать более размытую картинку. Вообще, фильтр замедляет рендер. Ну, может быть, даже на 15-20% может замедлить. Поэтому иногда эту галочку можно вообще отключить и в Photoshop уже резко себе отредактировать. Но, опять-таки, если мы делаем превью, чтобы не тратить время, превью, в принципе, быстро считается. Я оставлю вот здесь фильтр, да, и выбираю, допустим, AdMallroom. Да, старый фильтр, но он дает хорошую резкость. Мне, в принципе, в большинстве случаев подходит. Так, теперь важный вот этот свиток Bucket Image Sampler. Значит, в предыдущих версиях, в Ray, если не ошибаюсь, по умолчанию, вот здесь Max Subdivision стоял в значении 4. Здесь 24, да, а я оставлю сейчас 4. Если мы открываем старую сцену и просчитываем значением здесь 24, то рендер будет дольше считаться. Ну, для большинства случаев 4 вот здесь будет достаточно, но Threshold, ну, по умолчанию 0.01 подойдет. Дальше Global DMC, опять-таки, здесь оставляю я все по умолчанию для такой простенькой сценки, да. Ну, соответственно, не буду углубляться, но в двух словах вот эти параметры нам позволяют делать картинку менее шумной. Допустим, Adaptive Amount, понижая значение, там 0.75, 0.7, то есть мы убираем шум. И Noise Threshold, ну, здесь, в принципе, достаточно такое нормальное значение стоит, но обычно еще там можно до 0.2, до 1, то есть 3.0 единицы. Ну, 0.5 здесь я оставляю обычно по умолчанию. То есть видите, как практически многие параметры я оставляю по умолчанию, то есть в какие-то дебри я не залажу. Так, все, с этим разобрались. Единственное, что вот еще в Global DMC, здесь тоже добавили новую галочку Use Local Subdivision. А сейчас она отключена, но означает, что как бы Subdiv рассчитываются для всей сцены целиком. Игнорируются параметры, которые у нас установлены в материалах. Но так как я часто там рендерю свои сцены, старые какие-то, либо хочу ускорить просчет, то есть я работаю с каждым материалом отдельно. Поэтому галочку я вот эту Use Local Subdivision я ставлю. Вот, к примеру, если открыть Material Editor, вот галочка сейчас не установлена, как было по умолчанию. Видите, что, допустим, Subdiv в материале с отражением здесь отключены. Если галочку включаем, то, соответственно, Subdiv отображается. Вот я материал настраивал, и у меня здесь Subdiv стояли 22. Для конкретного материала отдельно, а не глобально. Так, значит, здесь я использую эту галочку. Ну, кстати, если у вас возникают вопросы вообще какие-то по Vray, очень просто найти ответ. Заходите в VrayHelp на официальном сайте разработчика. Ну, допустим, вот его сайт. Вот здесь можно почитать про Global DMC Settings, в частности, вот Use Local Subdivision. То есть, наверное, здесь написано, что по умолчанию галочка не установлена. Используются параметры для материалов и для источников света. То есть, не только материалов касаются глобальные. То есть, и основываются на параметрах MinShadingRate из параметра ImageSampler. Когда галочка включена, то используются локальные. Так, возвращаемся. Здесь имеется в виду, вот он, ImageSampler, да, и вот эти вот отсюда параметры. Так, ну, это как бы... Здесь я оставляю все по умолчанию. Теперь, в принципе, осталось только поставить плоскость. Ну, потому что, если сейчас просчитать, то, ну, как бы внизу будет... Не будет у нас, ну, основания, земли не будет. Поэтому я использую Vray Plane. Захожу сюда, вот, выбираю Vray. Vray Plane. Бесконечная плоскость у нас. Открою Material Editor. Выберу любую ячейку пустую. Выбираю материал VrayMTL. Так, VrayMTL. И по умолчанию вот этот на диффузе серый, который есть, цвет его и оставляю. И этот материал я уже назначаю на вот эту плоскость. Так, все. Теперь можно нажать Render, Production и просчитываться изображение. И так, после рендера получается вот такой вот результат. Значит, время рендера у меня заняло 2 минуты 23 секунды. И выглядит это все вот таким вот образом. Красивая чистая картинка. Есть пару моментов, о которых я хочу рассказать. Значит, первый момент, как корректировать немножко цветовую гамму, допустим, контраст и, ну, может быть, экспозицию. То есть убрать выграние, если оно появляется. И при этом не потерять в качестве изображения. То есть не сохранять картинку, отправлять в Photoshop и там уже редактировать. А редактировать непосредственно в 3D Max при помощи настроек Vray. В Vray Frame Buffer у нас сейчас здесь, где изображения отображаются. Значит, у нас есть параметры. Вот они здесь находятся. Вот если мы включим галочку, то появится Show Correction Control. Вот когда мы добавили эти параметры, такая отличная новость была, потому что здесь очень много удобного. Добавили, вот в частности, вот экспозиция. Вставим галочку, раскрываем свиток. И здесь у нас есть параметры Exposition. То есть мы можем увеличивать яркость, уменьшать яркость. Сейчас, допустим, чуть-чуть увеличу, к примеру. Появляется выгорание. Допустим, вот это серый, который был у нас. Пол, он стал таким вот ярко-белым. Есть параметр High, Highlight, Burn. То есть понижая это значение, мы убираем вот это выгорание. Соответственно, и контраст изображения тоже теряется. У нас еще есть параметры контраста. Тоже можем их регулировать. Также есть параметр баланса бела. То есть у меня параметры можем получать более теплое или более холодное изображение. Ну, допустим, я сделаю чуть-чуть холоднее. И получается вот так. Также есть параметры цветовой насыщенности, баланса, кривые и так далее. Ну, и очень удобная функция. И вообще без потери качества мы можем отредактировать все эти параметры. Ну, потом уже сохранять. Так, теперь как сохранить изображение и убрать вот этот задний фон. Задний фон у нас небо, да. Мы хотим, к примеру, добавить такой же белый цвет или серый цвет, который у нас на полу. Ну, значит, мы нажимаем «Сохранить изображение». Далее выбираем формат PNG. Допустим, называем изображение. Нажимаем «Save». По умолчанию здесь у нас стоит 48 бит, да. И ставим обязательно, ну, галочку по умолчанию «Alpha Channel». То есть использовать прозрачность, информацию прозрачности. Нажимаем «Окей». Сохраняется изображение. То есть в двух словах, то получается, если посмотреть в «Alpha», да, канал, вот он у нас, то белым отображается там, где у нас есть объекты, да, а черным там, где объектов нет. И, соответственно, там, где черный, у нас будет на изображение формата PNG будет прозрачность, вот то, что нам не нужно. Откроем Photoshop. И сейчас в Photoshop подкорректируем. Выбираем инструмент «Пипетка», указываем на нужный нам цвет, допустим, вот этот. Создаем новый слой. Делаем заливку этим цветом. Слой верхний под нижним располагаем и получаем то, что нужно. Обычно вот здесь не видно, а нет, видно, вот полоска, переход вот этот, да, вот этой вот части в наш основной цвет, он как бы заметен. Ну, вот, там можно, в принципе, закрасить. Ну, примерно вот так. Ну, и, соответственно, с этой стороны тоже. Далее, объединяем слои, сохраняем изображение. И наша превьюшка готова. Еще хотелось в одном моменте рассказать, что касается теней. Значит, я обращал это внимание, вот, в экстерьерных ценах. Получается, что тени, особенно вот, ну, от мелких объектов, да и вообще, вот, к примеру, вот здесь на тенте хорошо видно, как-то тень отбрасывается вот здесь, да, а начинаться она должна вот над этим участком. В принципе, остальное все нормально выглядит, но вот эта тень выглядит не так, как нужно. Если на других объектах не сильно заметно, но, в принципе, если у вас что-то подобное получается, либо от мелких объектов тени не отбрасываются, это можно исправить следующим образом. Сейчас я покажу. Нам необходимо выбрать в Ray Sun, перейти к параметрам. Ну, во-первых, если, допустим, у вас шум есть от тени, да, то мы можем подредактировать параметр Shadow Subdivision, допустим, здесь 6 поставить. И вот тот параметр, о котором я говорил, что касается тени, чтобы она отбрасывалась более корректно, называется он Shadow BIOS, а по умолчанию стоит значение 0,2 метра. 0,2 метра. Обычно я это значение понижаю. Допустим, ставлю 0,0,2 метра. И давайте взглянем на нашу тень уже с исправлением. Так, правая кнопка, в Ray Frame Buffer. Далее, вот, Region Render выберу. Так, вот, выбираю, допустим, этот участок, нажимаю Render. Да, и все теперь исправилось. Теперь, как отрендерить изображение в сером цвете. Перейдем в Render Setup. Параметры Global Switches. Так, и здесь у нас есть параметры WriteMTL. То есть, использовать какой-то конкретный материал для всей сцены. Ставим здесь галочку. Напротив у нас появляется свиточек. И вот сюда мы закинем материал. Материал мы будем использовать тот же серый материал, который назначали на плоскость в Ray Plane. Откроем Material Editor. Вот этот материал. Отсюда его просто перетаскиваем вот сюда. Как Instance. Нажимаем ОК. Так, и теперь просчитываем изображение. Так, регион отключу. И так, после рендера получаем вот такой вот домик с серым материалем. Опять-таки, фон мы заменим в Photoshop. Обычно, когда используете такой светлый материал, и, допустим, в Ray Sun или другие источники света мощные, у вас опять-таки происходит выгорание. Ну, соответственно, вы можете регулировать те параметры, о которых я говорил. Далее, для того, чтобы отрендерить нашу сцену с сеткой, с серым материалом и с сеткой. Откроем Material Editor. Берем серый материал, копируем его в рядом ячейку. Ну, как-то его по-другому назовем. И на Diffuse мы назначим специальную карту. Значит, она находится в сетке в Ray. В Ray Edges Text. Значит, вот видите уже, как выглядит превью материала. То есть, видна сеточка. Она у нас сейчас белым цветом отображается. Измейте цвет с белого на черный. Нажмите ОК. Здесь есть несколько параметров. Важный параметр – это пиксель, то есть ширина нашей сетки, толщина этой сеточки. По умолчанию стоит один пиксель. Увеличивая это значение, вы будете получать более толстую сетку. Я оставляю значение по умолчанию, равное единице. Далее, вот этот материал вы должны тоже назначить вот сюда, в WriteMTL. Вот мы сюда его копируем. Нажимаем ОК. Так, ОК. И если отрендерить, то получается вот такой вот результат. Все бы отлично, но почему-то наша в Ray Plane, наша плоскость имеет такой черный цвет, а нам нужен серый цвет. Это легко исправить. Вам необходимо на плоскость, так, на плоскость уже назначен серый материал, он без сетки, то есть это вот этот материал. Так, вот он. И что вам нужно сделать? Просто исключить ваш объект из WriteMTL. Значит, заходим сюда, Exclude, и нам необходимо найти нашу плоскость. Вот она в Ray Plane. Вот она здесь. Нажимаем ОК. Так, выбираем вот этот участок и просто его пересчитаем. Можно здесь нажать на Рендер. И все отлично. Теперь плоскость у нас будет тоже серого цвета. Ну и, конечно, изображение нужно пересчитать целиком, потому что изменился материал, если это средство на глобальное освещение просчитывается по-другому. Поэтому это некорректно сделать в данном случае. Рендер только вот этого участка, поэтому просчитываем изображение полностью. Итак, в конечном счете мы получили вот такую вот красивую картинку, превью для нашего здания, отрендеренную на светлом фоне. Картинка достаточно быстро и качественно просчиталась. Как вы могли убедиться, настройки все очень простые. В основном дефолтные настройки и ни в какие дебри я не влазил. Также получили вот такое вот изображение серый материал с сеткой. Все эти изображения можно использовать для демонстрации ваших моделей. На этом урок у нас закончен. Если урок был вам полезен, ставьте лайк, делайте репосты и, конечно, вы можете помочь каналу для выхода новых уроков. Как это сделать, вы можете найти информацию под видео в описании. Субтитры создавал DimaTorzok